Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги про Каваруха и сегодня будем читать четвертую главу этой книги. Вот книга «Заповеди Божьих и закон, пребывающий вовек». Что значит пребывающий вовек? Все заповеди Божьи непреложны, а они будут иметь значение до конца мира, как Христос говорил, ни одна черта, ни одна иота не придет из закона, пока не исполнится все. Все держащиеся ее, то есть заповеди, будут жить, а оставляющие ее умрут. Это значит, что жизнь в грехах – это смерть, а жизнь по заповеди Божьей – это жизнь. «Обратись, Яков, и возьми ее, ходи при сиянии света ее». Здесь как бы аллюзия. Псалом Песе Давид тоже говорит «Закон Божий – светильник для ноги моей». «Не отдавай другому славы Твоей и полезного для Тебя чужому народу. Счастливы мы, Израиль, что мы знаем, что благоугодно Богу». Конечно, это великое счастье было еврейскому народу, что они первые были посвящены в эти заповеди, в пророческое откровение, но они потом слишком замкнулись сами на себя, а назначение еврейского народа заключалось в том, чтобы стать народом света, чем для других людей. А они оказались народом как бы вещь сама в себе и сама для себя. «Дерзай, народ мой, памятник Израиля». То есть это народ-памятник в том смысле, что если бы евреев не было бы в этом мире, а Библия бы существовала бы и в ней бы рассказывалось о евреях, то критики Библии сказали бы, что этот народ кто-то выдумал, что никогда их и не было. Но они есть в этом мире евреи, и сами по себе они как народ-памятник. Они реально существуют, зачастую с теми характеристиками, которые им давали еврейские пророки. Кстати, пророки Божии так резко иногда выступали против собственного народа, что, может быть, в глазах людей непосвященных они были как антисемиты, хотя они любили свой народ. «Вы преданы язычникам не на погибель», то есть «Вы преданы в их власть язычников не на погибель», то есть не для того, чтобы так погибли среди язычников, «но за то, что вы прогневили Бога, вы преданы врагам», то есть до времени, «ибо раздражили сотворившего вас, принося жертвы бесам, а не Богу». Жертвы идолам – это жертвы бесам. «Вы забыли питающего вас вечного Бога, а также огорчили и воспитавший вас Иерусалим». Иерусалим – это образ церкви, сначала ветхозаветной, потом новозаветной. «Ибо он видел пришедший на вас гнев от Бога», то есть город это видел, когда рушили стены города, храм уничтожали, и говорил, то есть как бы Иерусалим говорил, «Слушайте, сожители Сиона, Бог навел на меня великую скорбь». Это как бы город говорит. «Ибо я видел пленение сыновей моих и дочерей, которые навел на них вечный». То есть Бог. «Я питал их с радостью, отпустил с плачем и горестью. Никто, не радуйся, а мне вдовствующим и оставленным многими, я опустел за грехи детей моих, ибо они уклонились от закона Божия и не познали уставов его, не ходили путями заповедей Бога и не вступили на стези учения в правде его». Опустошение Иерусалима сейчас в мире переживают многие христианские конфессии церкви, когда люди массово покидают эти конфессии, эти церкви. И это касается и нас, православных. Иногда мы видим, человек ходит в храм с семьей, с детьми, с женой, а в том раз он пропадает. Мы его случайно встретим на улице, а он говорит, нет, это не для меня. Это по нашим грехам. «Придите сожители Сиона и вспомните пленение сынов моих и дочерей, которые навел на них вечный». То есть не царь там Новохудоносор навел. Если бы Господь не попустил бы царь Новохудоносор, ничего бы не сделал. Если бы Господь не попустил революции гражданской войны в России, ну а что бы смогла сделать эта малочисленная партия большевиков, она только называлась, большевики. На самом деле это одна из самых маленьких партий в то время. «Ибо он, то есть Господь, навел на них народ издалека, народ наглый и иноязычный, ибо не устыдилися старца, то есть перестали почитать старцев, а в законе Божьем сказано перед лицом седого вставай, и не жалились над младенцем, и увели у вдовы сыновей возлюбленных и лишили одиноких дочерей». То есть пришел народ издалека наглый и иноязычный, а наглость заключается в том, они ничего не стыдятся, ни по отношению никому не проявляют сострадания, но это результат того, что сами эти люди которые оказались в плену тоже не почитали старцев своих и не проявляли заботу о детях малобеспеченных семей. 17 стих «Я же чем могу помочь вам? Кто навел на вас сие бедствия, то есть Господь, тот и избавит вас от руки врагов ваших». То есть Господь это попустил, Господь может это устранить. «Идите, дети, идите, ибо я остался пуст, это как бы Иерусалим говорит, я снял с себя одежду мира и оделся вретищем, моление моего буду взывать к вечному во дни мои». Ну, имеется в виду под городом, конечно, остаток верующих, которые обитают в этом городе. «Дерзайте, дети, взывайте к Богу, и Он избавит вас от насилия от руки врагов. Ибо от вечного я, то есть от Бога, ожидал спасения вашего, и мне пришла святого радость о милости, которая скоро придет к вам от вечного спасителя нашего». То есть Бог, Он вечный спаситель наш, в том смысле, что, будучи милостивым, милосердным, Он прощает нас за наши грехи и преступления. «Я отпускал вас с печалью и горестью», как бы продолжает причитать Иерусалим, «но Бог возвратит мне вас с радостью и весельем навеки». То есть Божий народ, он переживает как бы изгнание, порабощение, а потом переживает исход и возвращается. «Ибо как ныне сожители Сиона видели пленение ваше, так увидят скоро спасение ваше от Бога, который придет к вам с великою славою и величием вечного». То есть те, которые видели бедствие народа, они увидят и радость народа. Кстати, вот развал вот этой системы коммунистической в 1991 году, вот тогда еще были живы некоторые из тех, которые помнили революцию 1917 помнили как уничтожали храмы, все это сокрушали и они дожили до времени когда этот режим пал и храмы начали восстанавливать. «Ибо как ныне сожители Сиона видели пленение ваше, так увидят скоро спасение ваше от Бога, который придет к вам с великой славою и величием вечного». И призыв к тем, которые должны дождаться этого момента. «Дети, потерпите постигший вас от Бога гнев». «Преследовал тебя враг», да, это было, «но ты скоро увидишь погибель его», то есть врага, «и наступишь ему на шею», то есть враг перестанет пожирать нас, «воспитанная у меня», то есть в городе Иерусалиме, в церкви – Иерусалим это образ церкви, в неге, то есть в роскоши, пошли жестокими путями в плен, схваченные как стадо, раскищенное врагами. Враги стадо – это волки и щадящие стадо. «Дерзайте, дети, и взывайте к Богу, ибо о вас вспомнит тот, кто навел на вас это». То есть тот, кто попускает нам какие-то испытания, а он же протянет нам руку помощи. «Какова была решимость ваша, чтобы удалиться от Бога, увеличьте ее в десять раз, чтобы обратиться и искать его?» Вот это напоминает слова из молитвенного прошения, как прежде служили сатане и стиву, «Наипасе послужим тебе Господи». А здесь говорится, какова была решимость ваша, чтобы удалиться от Бога, когда там союз воинствующих безбожников был, иконы относили на свалке. «Увеличьте вот такую же решимость в десять раз, чтобы обратиться и искать его, то есть Бога. Ибо тот, который навел на вас все бедствия, наведет на вас вечное веселье со спасением». Вечно называется то, что, начавшись в этой жизни, переходит в жизнь, в будущую. «Дерзай, Иерусалим! Даровавшее тебе имя утешит тебя, несчастны те, которые оскорбляли тебя, то есть оскорбляли церковь и радовались твоему падению, радовались падению христиан, нравственному, моральному. Несчастны города, которым служили дети твои, несчастна земля, принявшая сыновей твоих, а почему несчастны города, которым служили дети твои, которые использовали их рабский труд, вот это имеется ввиду. Несчастны города, которым служили дети твои, то есть дети Иерусалима в пробощении, несчастна земля, принявшая сыновей твоих, то есть рабами, ибо как она радовалась о твоем падении, все радовались, окрестные народы о падении Иерусалима, и веселилась о твоем поражении, так будет скорбеть о своем опустошении, когда Господь накажет нечестивцев, которые разоряли народ Божий. «Я отниму у нее, то есть у этой земли чужой, радость о множестве ее народа, и хвастовство ее будет печаль, ибо придет на нее огонь от вечного на долгие дни, и весьма долгое время она будет обитаема бесами». Ну, как известно, бесы любят пустынные места, и вот земли язычников будут во власти этих бесов. «Оглянись Иерусалим на восток». С востока восходит солнце. Солнце — это символ божества. Христос называется Солнце правды. «Оглянись Иерусалим на восток и посмотри на радость, грядущую к тебе от Бога». Эта радость есть Христос Иисус, Господь наш, который является милостью для всех миров. «Вот идут сыновья твои, которых ты отпустил», то есть силы Божьи, они возвращаются, «идут собранные от востока до запада словом святого», то есть словом Божьим, «Радуйся о славе Божьей», что они переживают исход из мира язычества и возвращаются в землю обитованную и святой город Иерусалим. 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 Иерусалим.